Так, и мы начинаем смотреть очередной ввод первого лица, на этот раз битва происходит между группами С и Д, а в левом углу в группе С швед, а сначала мы загрузились, хотели посмотреть именно за него, но увидев кто его противник, ним Сусири, решили все таки переключиться и посмотреть на игру корейского андеда, даже несмотря на нашу некую симпатию кушастами. Карта новая, мне довольно стыдно, но я до сих пор не знаю как она называется, не смотрел ни одной пока игры, опс лагает. Сейчас был уже такой, что? Тайд Уотер Глейдс? Это она? А, да, похоже, хотя там же была другая. А может она? Хорошо. Тайд Уотер Глейдс. Карта визуально довольно большая, визуально она зеленая, много разных крипов, там тролли всякие, волки, весело очень. В общем мы не знаем карты, поэтому с трудом что-то пытаемся говорить. Олени вон прыгают. По стратегии все пока стандартно, мы во-первых смотрим Вод от первого лица, если вдруг вы не поняли. Вод от первого лица от Сусири, причем мы игру не видели, мы смотрим ее прямо в реальном времени, это первая игра, пожалуй первая этапа ПГЛ группового, так называемого группового, хотя там получается два НГЛ-ных команд на команду. Вон волчки, тролли какие-то страшные, большой тролль с аурой привычного шестого уровня. Так, виспов мы харасим, горьку сейчас мы подлечим. Очевидно эльф, ну во-первых эльф хотел качаться при помощи пауэркриппинга, а он это дело просек и сначала шуганул эльфа на точки, а потом решил видимо зайти на мейн, ну типа пусть он там качается. Как зажал, посмотрите, великолепно, не знаю специально ли сейс такое сделал или нет, но он зажал героя при помощи своего героя и оп, и сейчас тоже происходит обижает, обижает швед-корейца, но в принципе это такой швед, что уже практически год живет в Китае, тренируется ну собственно в гораздо более киберспортивной, так скажем, стране с профессиональными игроками. Швеция конечно тоже хорошая страна, там отличный интернет, но если раньше там было много сильных олдскульных так называемых игроков, которые доминировали даже в мире, лишь вспомнить одного Мэтку Фрога или Скахимена, то сейчас, пожалуй, самым сильным представителем Швеции является как раз Сейс. Вот, но он молодец. Но он нет уровня ни в коем случае Мэтфрога, он скорее так топ 10 мира. Вот так вот, скорее всего. Делает грейд андет, сразу же делает грейд на нерубку, увидев, что пришел ДХ, и нужно поконтролить, я думаю, рабочих, как ты к этому относишься, нет? Или это иллюзия? А, это иллюзия. Понятно. Андет крипится, у него немного не хватает второго Леолана, на этой точке вообще крипы с Реджувом, серьезный крип. Подбегает ДК, но ДХ это уже настоящая ДХ, делает Моноберн, догоняет андета от точки. Можно попытаться зажать ДХ, конечно, но тут лучше отступить. Моноберн еще один пропускает андет. Он, судя по билдодеру, очевидно, что он идет в гарк. Койлом отстреливается от ДХ, ДК, не путайте их. Ой, как их много. И сейчас уже... Так, ну ладно, в общем, андет часть своей... Ну, он неудачно начал, так скажем, потому что он потратил телепорт. Он, да, два раза отменил Мунвелл, убил там парочку висфов, заставил эльфа там с пауэркриппинга отвлечься. Но... это не самый лучший вариант развития событий. Сейчас вот андет оставил всех самых битых гулей у себя на мейне, проверяет, когда доделается играть на Тайер 2. С собой взял пять самых верных живых гулей. Насколько, правда, гулям применимо прилагательные живые. Тем не менее, с двух склепов начинают строиться гарги. Как будет дальше действовать андет, у него есть несколько путей. Либо он будет играть соло-герой, либо добавить леча. Он может остановиться и попытаться пропустить телефон на Тайер 2 комбинации гулей и гаргии на лимите 40. Может пойти соло-герой Тайер 3 гулей френзи и гаргии со статуями. Скорее всего, если он играет надежно, то это будет в такой ситуации все-таки соло-герой, потому что у него с ресурсами не так все хорошо. И Тайер 3 все-таки. Харас через, конечно же, гарг на Тайер 2. От этого, как бы, не отказывают с андеты. Тем более, мы увидели, что у эльфа хантер с холл, это значит, что там у него дрядки, это значит, что ему нужен лес, это значит, что можно его харасить, убивать виспов. Спасает свою гулю андет, точнее, не пытается, пока что еще гули нет. И гарантированно есть жизнь. Прекрасно гарцует перед вражеским героем, таранит его, таранит, подрезает, можно сказать. Вот. Но ДХ вроде как снова, как он хорошо действует. Молодец. Андет. Увидел выкопанный барак. Еще парочка гарг вылетело, 4 гарги. Там грейд на Тайер 2. Строится лорница. Ну, там что-то строится, очевидно, это лорница. Что еще будет строиться? Ой-ой-ой, гульку все-таки устроили темную. Увидели, что гулька там... Так, ну да, это две лорницы, очевидно. Виспов надо подчикать. Арчи на базе. Там еще что-то строится, это либо протектор, либо магазин. Я не заметил, есть ли у андета магазин сейчас. Сейчас андет, во-первых, барак, он бьет. Ну, арчей уже не будет, это как бы понятно. Но барак тоже не... Не очень приятно, когда у эльфа есть барак, потому что если вдруг он отбивается от андета, ну, как отбивается, отгоняет его, андета не собирается сражаться, просто он ведет контактный бой такой, держит дистанцию. Если вдруг эльф отбивается, то он может при помощи барака закрепить какую-нибудь точку. Барак медленно приползает и, в общем... Еще минус гуля, кажется, там была. Intel. Да, две гульки. Еще две гарги. Как же вы неудачно подлетаете, подруги. Подруги-гаргули. Так, магазин. Мы с трудом ориентируемся на карте, видим, что и андет уже с ней не очень дружит, знакомится с монстрами, убивает оленей. Ну, а, конечно, олени ему нужны для того, чтобы получать скелетов. Это... Это очевидно. Первой дрядки. Нужно эльфу крепить панду. Ему очень это нужно. А андету, с другой стороны, нужен либо телепорт, либо свиток, либо бутылёк жизни, потому что у него единственный герой, и он битый. А с дрядами даже не стоит. Ну, можно, конечно. Ох, вот что он хочет. Он хочет дракончика сгрызть. Как драков, накидывается на зелёного дракона. Ну, это не самый сильный дракон, но всё равно вот такой солидненький. И девайс из него выпал. Ты девайс не взял, друг. И тп у тебя нет. Флейта. А-а-а! Ай-яй-яй! Сколько у него жизни, вы это видите? Левелап получает ДК. Манобёрн он также получает. Ну, спасибо, конечно же, что... Может, вторую ауру, кстати, взял андет. Это было бы правильным решением. Спасибо, что у андета, у ДК прибавляются инты там где-то меньше двух, а силы троечка. То есть жизни у него гораздо больше с левелапом пришло, чем маны. А лич мог бы умереть, получив там три с половиной своей маны и единичку силы. Так, девайс уничтожает. Очень жестоко уничтожает девайс андет, но за это поплатилась жизнью одна из гарг. ДХ очень агрессивно себя ведёт. Он зашёл аж на мейн к андету. У эльфа тайр-3. Делаются мишки. У андета тоже достроился тайр-3. Скорее всего, он будет делать сейчас либо sacrificial пид, либо бойню. Продает ауру, покупает цветок, заказывает лича. Так, тут гарги у нас типа харасит. Ну, мозгарг никто не отменял ещё. То есть, да, вот он решил бойню сделать, но... В общем, это пара тележек или одна тележка. И дестройеры. С дестройерами можно сражаться либо дестройерами, ой, в смысле, с медведями можно сражаться либо дестройерами, либо фростфирмами, извините, заговаривать. И у тех и других магическая атака, и те и другие летают. Ну, несколько разные это всё-таки юниты, потому что фростфирм может ещё... Он и дороже и требует дополнительные строения, но он может с героем ещё совпладать. Вот. А дестройер такой более слабый всё-таки юнит. Урон у него поменьше, сплэша у него нет, эффекта замедления, зато он диспелит. Гарги продолжают харасить. Тут есть протектор, но гарг такое количество, что протектор один сильно не остановит гарг. Так, немного мы лагаем. Прошло, слава богу. Сегодня в первой половине дня было очень жёстко. Мы смогли записать из шести водов только три. Вот. Но, слава богу, самую интересную игру фова решающую мы записали, и сейчас... Тьфу-тьфу-тьфу. Вроде идёт всё хорошо. Лич вышел, свиток есть. Гарги харасит. Вообще эльф сейчас должен где-то ставить экспанд. Предположительно, судьба карти это где-то на восьми часах, да? Там жёлтая такая оранжевенькая точка. Так, гарги продолжают харасить. Убивает ещё одного виспа и ещё одного виспа. И Мунвелла не отменит строящийся. Ой, как тут много не отменят ничего. Минус ещё одна гарга. Обидно. И сзади нападает эльф. Посмотрите, подходит сзади на криппинге. Сразу же делает персональный телепорт. Лич получает... Ох, сколько улича жизни, господи! Наверное, штук десять было хп у него. И надо иметь стальные нервы, чтобы вот так вот на глазах у огромной эльфийской армии... Ну, выбора, в принципе, не было. Не, он мог, конечно, передать большой бутылёк жизни ДК своему Личу. И после этого, ну, как бы на всякий случай так селепортироваться. Но это... Девайс потратил бы. Строит Sacrificial Pit на базе эльф. Продолжает изничтожать виспов. Отводит гарг к Undead. Контролит, в общем, старается. Так, ой! Вы понимаете, да, что сейчас произошло? Эльф просто пришёл в наглую к Undead на базу и добил такие речи, а добил такие. В то время, когда пока Undead был занят... Здорово. Тут кто-нибудь стреляет по воздуху, интересно, из этих товарищей? Проверяет. Смотрите, знакомится. Он реально тоже не знает, кто из этих фулборгов стреляет по воздуху. У них у всех огромный урон, там, хаос атака. Вот. Но чёрт его знает. Может, они все милишные. После Sacrificial Pit мы, конечно же, строим костяной завод. Для того, чтобы там строить форсфермов. Личи вышел. Личи, конечно, неприятно, когда прибегает такой вот демон, хантер, к вам на базу и просто на глазах у всех убивает. Ну, конечно же, немножко не хватило внимания. Понятно, что Undead был занят харасом виспов и, скорее всего, на это и делал расчёт эльф, когда прибегал вот на такую шару. Так, тут у нас харасит гарги. В принципе, можно и шахту поубивать. Вот более чем уверен, что у эльфа есть нычка. Минусует ещё одного виспа. Так, гарги продолжают находиться рядышком. И при любой удобной возможности... О, ещё один дракончик. Тут есть у нас гарга и обсидиановая статуя, которая помогает, лечит всех, кого можно. Так, где у нас там? Разве это кто-то у нас будет? Просто не знаю, Undead крутится. Опа, и здесь тебя поймали! Снова приходит эльф, но здесь... Да, здесь все и демоны, и панды, и здесь гаргу, судя по всему, убили. Там что-то взорвалось. Ой-ой-ой! Не собран Сусирия. А Сейс, как раз, кажется, контролирует игру противника. Так, Шейд смотрит. Фростверм строится. Лимит у нас, скажись, ровный — 50. Сейчас нужно строить ещё один Зиккурат, скорее всего, и готовиться к выходу из лимита. Пока у нас гарги хараси, там стон формы у них, логотипы всякие, спонсоров, DL, SteelSeries. Так, два героя, Undead убивает. АОФ. Минус. Фростверм делается. Грейды пока Undead не делает, и заказывает один Зиккурат за базой. Отогнал Димку Кайлоу. Хотел ещё сделать новую и пострелять в спину, но не получилось. Использует возможность снова Undead для того, чтобы прокрепиться. Ну, здесь не такая серьёзная точка. Да и эльф крепится пандой стопудово где-то слева. Вот. И только отдыхает, отвлекает, конечно же, Демон Хантера. Ох ты, вы видели, как Фростверм через лес прям полетел. Такие большие ёлки на этой карте. Сейчас будет снова новая, кстати. Снова новая. Опа! Большой бутылёк жизни. А если б новую сделал где-то на полсекунды позже, то мог убить товарища. Так, а вот здесь уже крепится довольно опасно. Вдруг там панда уже подоспела сзади. Тем не менее, Undead, у него есть телепорт, он сильно не рискует. Делает грейд на Destroyer. Вот сзади, сзади красная точка. Красная точка же сзади. Или это артефакты? Да нет, пробежал там кто-то, очевидно. Лича нужно лечить. Пятьдесят лимит, Undead держится. Нет, уже вот только-только-только вышел, кажется, да, из лимита? Пятьдесят шесть, сейчас у него и шестидесяти. Ой, какие большие фулборги! Какие большие фулборги! Так, тут один стрелал по воздуху. Вот это вот, который Релиджов кастует. Томф Экспириенс же выпал. Друг! Это золотое свечение я ни с чем не спутаю. Демон Хантер харасит пока там. Отвлекаются на него три гули. Что ты, книги читать не будешь, что ли? Экспу не заметил? Не надо же так, как сумасшедший кликать. Минус одна арча, минус вторая, минус третья. Это означает одно. Армия эльфа движется в сторону Undeadовской базы. Здесь пока только демон, но только вопрос времени. Да, вот она подспевает, панда. Undead не хочет сражаться. Ну, не хочет, но сражаться. У него там, сколько, шестьсот голды, я вижу. И ему бы потянуть еще, подстроиться там, Destroyer'у бы наконец сделать. Он же все-таки Great на них учинил. Вот. И набрасывается там на виспов. Undead в это время убивает, точнее эльф в это время пытается убить мэн. Не так уж и много на самом деле эльфа. Вот. Но убив довольно много виспов, сейчас можно попробовать нюкануть. Минус дриатка. Телепорт делает эльф. Ну, очевидно. Очевидно, у эльфа есть экспант. Вопрос, где? И как будет Undead его контрить? Магазин строит. Нет, второй Салтерхаус строит. И магазин вот наверху. Не хватает, не хватает места Сусерии, к сожалению. Так. Большой амулет маны. Я вижу улича. Это хороший подарок судьбой, который выпал из сильных фолборгов. Ну, там внизу, помните, там где стреляющий. Будет здорово. Сейчас вроде как Undead более-менее готов к битве, потому что, ну как, потому что у него нормальный лимит, у него прокачаны герои, неплохие девайсы. Опа, вот нычка. Но это имха, это не первая нычка. То есть уже где-то стоит одна. Ну, хотя чем с сейс не шутит? Так, экспант строится. Сколько раз, два, три, четыре медведа. Один фростфирм, дырят не так много. Все зависит вот, дырят четыре штучки. Да, делает ТП Undead, не желает он сражаться. Новый там кидает в кого-то, спасает всех. Гарга еле-еле жива. Но все-таки жива, все-таки выжила. Кайлит передает девайсы, передает одно, второе, третье. Может все-таки scroll of the beast продать? Нет. Нет, scroll of the beast же на финалку останется у нас. Конечно, конечно. Перекладывай девайсы. Значит, в правом верхнем углу у нас скелетики, в левом верхнем углу у нас телепорт. Дестроер у нас есть, еще голды. И сейчас Undead, ну, вот это называется, поймал свою волну. Сейчас Undead контролирует ситуацию. То есть он не выходит сейчас из лимита, он развился в нужной технологии, сейчас делает грейды, которые ему необходимы. Вот. И сейчас он управляет игрой, когда вот эльф его гонял. Сейчас делает телепорт эльф. Это тоже неприятно. Можно Шреддера подрезать на такой радостной ноте. Ой, телепорт, какой хитрый-то. Сейс. Можно попробовать, кстати, подрезать медведя. После того, как кулдаун у посоха. Ну, там герои, скорее всего. А это не относительно вместе уже. Сейчас Undead пролетает на предполагаемое место экспанда и пусто. И тишина. Никого нет. Шейду рассекретили. Штирлица поймали. Плохо работал. Сейчас на его место сразу же второй будет определён. Да, он уже тренируется. Разведчик. А Undead в это время сейчас получит себе левел одному из героев. И всё. Вот сейчас он выходит из лимита. Лич получил... Какой там друг у нас? Четвёртый уже, кажется. Да. Можно было только Dark Ritual сделать, поэтому это либо второй, либо четвёртый. Но учитывая сколько было уже монстров убито до этого. А это всё-таки четвёртый левел. Опасно, опасно. Выходит с лимита Undead. У него сейчас 62 лимита, судя по пикселям. И эльф... Вот не знаю, как вообще Сейс планирует здесь уже выигрывать. Снова харасит виспов. Ну, это такой уже харас, знаете, чтобы убить уже. Так, можно и панду попробовать убить. Великолепно сажает Garg. Смотрите, вины пары были, дыхание. Вины пары снялись, дыхание промазало. Панда отпивается в Мунвеллах выпивает... Ой, делает Book of Dead. Противник, но это ерунда вообще, как бы это полная чушь. Свиток читает эльф, убивает Шредера. Сложно разобраться в таких пикселях. Скоро герой-то у тебя умрёт? Друг, эй, аккуратней. Вот умер герой, допрыгался. Молодец. Тебя отсюда уже не выпустят. Что, что, что ты тут начинаешь? Вот такие вот косяки бывают у этих прогеймеров, блин. Видишь же, что... Видишь же, что герой его умирает. У него там и свиток, и... По нему стрелял протектор, по нему ещё било дерево большое. С большим деревом, у которого урон 60-70 нелишный по голове. Шутки плохи. Поэтому сейчас Undead автоматически уходит в разряд, ну если не догоняющих, то защищающихся. Потому что без героев Undead убиться никак нельзя. Нычка закончилась. Лимита больше, чем 50. Нужно обороняться. Да... Сусерия, Сусерия. Делать разведку, смотреть, где находится армия эльфа. Ну эльф не собирается таковать, хотя у него пятая панда. Вы знаете, это, кажется, единственный вариант, а хотя уже да, тут две катапульты ещё добавились. Вариант для эльфа выиграть в такой ситуации, это как раз прийти вот сейчас без героев на Undead. И благодаря своим героям, пусть и в ущерб армии, снести алтарь. Попробовать подышать. Панды пятый, всё-таки это как бы, герой-то хороший. Вот. Но эльф решил использовать это преимущество для того, чтобы лучше прокрепиться. Он зачистил точку, если брать симметрию, то она аналогична той, которая там, где были в Фулбурге. Помните? Серьёзно. Та была на шести часах, на половину шестого. А это на одиннадцати часах вечера. Ну, на любых одиннадцати часах. Утра или вечера, неважно. В общем, там хороший девайс, хороший опыт. Я думаю, что Demon Hunter уже пятого левела. И четыре катапульты. Всё, замечательно. Можно отстреливаться. Только вот панду не подпускай, друг! Дыхание, отличное дыхание. Всё, минус. Ну, в смысле всё, всё промазал. Катапульты стреляют. Ещё б ты облако сделал. Цены бы не было твоим катапультом. Они бы окружили подходы к базе, куда вот сейчас пробегает эльф ядовитым облаком. Ну, за счёт того, что просто стреляли туда. И все бы заражались автоматически. Чего ждёт Андет? Конечно же, он ждёт свою бабку, своего лича. Это панда просто устраивает разнос. Выносит все катапульты. Там надо чинить срочно эти в труповозке. И стараться не подпускать панду. А она всё подходит, дышит. Ой-ёй-ёй-ёй. Очень-очень-очень-очень напряжённая сейчас ситуация. В принципе, лимиты у них одинаковые. Может, даже Андеда чуть побольше. Но благодаря прокачанной панде и то, что она сейчас творит с базой и армией Андеда, это... Ой, сейчас всё может сдуть. Не пускает, уводит. Тележки дыхание кривое. Панда начинает погибать постепенно, хотя всё красное у Андеда уже. Всё красное. Инвул на панде. Манобёрн. Панда подходит. Есть ли у неё мана на дыхание? Да, пары, дыхание, нагарк. Лича всё ещё нет. Скрулл в забист. Делает Андед. Начинает таковать вражеского героя. И тот получает шестой левел и умирает. «О боже мой! Как... Как так?» Выходит бабка и как бы... Она вышла тогда, когда обычно приезжают полицейские в этих... В боевиках зарубежных. Когда уже всё закончилось. Вот она пришла и поучаствовала только в... Ну, в том, чтобы прогнать кого-то или там... В общем, не помогла она во время реальной осады. Сейчас у Андеда 49 лимита. Есть, мы видим, что у эльфа перекопалась уже база. Опять лаги. Не шутите так. Пожалуйста. Ой-ой-ой. Снова. Ну, в принципе, в этой игре уже довольно всё понятно. Сейчас будет последняя попытка, я думаю, эльфа собраться силами попить из мунвеллов. Хотя... Тут панда может подойти и так дунуть на эти катапульты и сразу станет шестым. И там уже по-другому может завертеться. Тем более, что демон шестой. Но что-то написал сейс. Может какой-то смайл. Но вроде это не джи-джи. Я не знаю, там панда живая или нет. Что-то написал ещё сейс. Сейс. Вот. В это время Андед, да, джи-джи, написал сейс. И победа. Первое очко Люцифер приносит своей команде. Мы, конечно же, будем ждать с нетерпением игр других участников, в частности, хота. Вот. И заходите чаще на goodgame.ru. Мы будем выкладывать вводы с PGL. Субтитры делал DimaTorzok